народ привет вы знаете чего влог начинаю хотя могла начать его а 5 часов назад мы были на свадьбе с настей два почти полтора года нет полтора ручь война был началась мы уже были на свой давно и снасти на свадьбе не было только выехали от со свадьбы и там целый дом украшен хэллоуина да так почти как этот ну круто вы посмотрите как круто так классно сделали сколько денег потратили хозяева молодцы я не знаю никто или конкурс городской какой-то но это что-то мы сейчас у соседнего дома были простые вон домики маленькие дешевые домики простая улица ну такие декорации и причем все такие недешевые и все включены и все работает все котелки варят там у того у того дома тоже например на то же самое на конце не знаю ты представляешь правда так вот у меня уже паук прыгнул девочка голову отрывает девочка отрывает голову низки я видела так шумно что не боюсь вот и я вот думаю это что такое это что такое это конкурс как это так просто так для людей ворота хэллоуин написано хэллоуин мейнер забор такие вот кубы из-за сена продают так классно ему заходить конечно не будем но здесь тоже кладбище там целый какой-то черный ангел стоит на из так ну чё пойдем к соседнему тот дом 1 он просто стоит на углу и у него большой фронт-ярд у этих просто места нету столько а у того там тоже целый композиция привет привет пока 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 до свидания вы прыгнула летучая мышь тут летает тоже котелки все ворота да классно на балконе там стоит монстр огромная метла слушай может быть они как знаете есть ой на смотри а здесь ты чё да 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 там такая же ведь она дорогая она дорогая дорога короче смотрите есть такие услуги можно заказать себе это тоже не день не дешевое удовольствие заказать себе освещение на крисмас то есть приедут люди прям уже с огоньками очень красиво украсть весь дом до около 1000 долларов да я видел там но микс по в 700 делают короче может зависит от дома украшают красиво твой дом к рождеству может быть и это такая же история может быть может быть это какой-то промо акция каком-то магазин или не знаю но может поможешь просто люди может они любят хэллоуин откуда-то взялся заборчик у них со скелетами ну как классно и людей много машина останавливаются дети ходят и мы видели уже девочку в костюме фонтан огромный скелет этот один скелет стоит долларов пятьсот все очень тогда не дешевое украшение знаете какие ворота из черепов и костей тыква красивая а домики то ну такой райончик то не видно что дорогой девушкам качельки все так продумано до мелочей так классно не просто тыква стоит она она сенья как можно не начать было санте он шевелится еще ты видишь нас он шевелится обалдеть огромная такая привет логиня чё как у тебя короче были с наске на свадьбе давно не было на свадьбе снимали фотографировали хорошие любят друг друга видно она из германии 13 лет назад переехала чуть-чуть вам расскажу вообще-то мне снимала ну ничего особенного как бы дом был старый дом был 1921 года сейчас это женский клуб а ну мало места на фотографировать было негде прямо на некуда было отойти короче народ классно этот улица нам пора ехать домой 40 минут еще нет он тоже что-то вставал да поехали домой поехали 45 минут ехать еще а мы уже тут 40 минут гуляем между домами вон он опять прикольно все нас есть еще какой-то дома не останавливаемся нам ехать надо короче вот такие три дома на одной улице вот эти вот рядом и вот ну дома через два наверно там там прям много тоже украшение классно а здесь прям ни одной тыковки поехали до дома видать завтра я продолжу влог если уж начало когда вы влогку снимал даже не знаю что говорить такие ключи ты сейчас не сильно готова а сегодня сегодня 25 октября сегодня был экзамен а сайте и сети я понимаю я понимаю это типа егэ но они сдают можно с девятого класса сдавать его каждый год и как бы по итогу школу ты просто выбираешь мусы баллов за эти года и поступаешь на как я это понимаю а и не сильно вникал вот так вот и лёва сегодня первый раз давал экзамен был математикой английский дали по тематика английский говорит несложное но дело в том что у него математика не было давно у него в этом у него в этом году я будет во втором семестре математики короче в этом семестре у него не было математики мы естественно мы не готовились это нашел для зарядить свой танкулятор они просто дали у нас даже зарядки от кулькулятора нет английский говорит было просто говорит думает что неплохо написал на пока оценки не знаю вот у него это как бы такой типа пробник потому что следующем году он может уже сейчас типа силы свои попробовала следующем году может подготовиться и уже сдать а мы закрывали хориститры ничего готовить не хочу взяли курицу гриль взяли такие такие вот булочки стоят они 4 доллара 4 булочки я это так разрезу туда положил салат соус какой-нибудь курочку сыр и это будет ужин купили лимонем мороженого около 5 долларов с налогом будет 5 долларов слоеное тесто чтобы было вдруг на вечер захочет приготовить чипсы лепутый взял со сметаной и с луком вот реклама с этими на супер-бол и на американский футбол чемпион игра и реклама была эти но люди были спрекинда брайан хэнстон и эрбол сейчас и давай станем рядом для обложки спасибо спасибо вот а еще и купила не могу прям знаете вот прям у меня такой осенний вайб после прям хочется добавить кримера панкин спать и на выходе я получаю купон на пример полтора доллара ну да ладно вот а сейчас у нас хорисе 3 это сближается у нас магазин продуктовый из такое обновление почему-то давно не было прямо не сделали реновейшем здесь сделали посидеть можно покушать типа буфет и бар и starbucks открыли вот мы пробуем наш новый starbucks ждем когда нам сделают панкин спайс латте для меня а ты че заказал сюда крамельная фрапутина крамельная фрапутина а в россии есть старбакс? а нет он ушел она начала старбакс ушел вообще я помню сейчас вам расскажу короче мы приехали в москву на на интервью на интервью в посольство жили мы прямо в кинотеатр октябрь а рядом дом мы два раза в той квартире останавливались хорошая квартира когда в россии уже в россии приезжали из америки вот когда ездили из воронежа в москву ну да ладно и короче мы гуляли по арбату по новому по моему там был старбакс мы с полиной зашли а мы уже деревня деревня и зашли посмотрели на цены и ушли нам показалось это так дорого за кофе по моему что-то там 300 рублей тогда стоило может я собру ну короче нам показалось это очень дорого а у нас почем памкин памкин спайс памкин спайс латте 625 thank you короче кружки шарлот кому-нибудь бы подарить но нам в гости никто не ездит и мы никуда не едем никому в гости и норс-каролайна короче народ поехали домой думаешь это мое? горячая да у нас и здоровья как тут не заразиться осенним вайбом посмотрите какая красота какие красивые какая кукуруза шикарная это не на еду это украшать дома интерьеры очень красивая очень красивая очень везде везде осень и на улице у нас тоже красота все багровое багряное и хотели вообще на девчоночке день рождения съездить в начале ноября в отпуск не на такие на выходные в горы потому что в горах сейчас необыкновенно красиво но ну короче вчера купила билеты ребят во флориду на крисмас и походу отложим мы все наши мелкие отпуска потому что походу намечается большой ну как походу намечается он уже точно намечается потому что я билеты купила на неделю во флориду поехали домой вот это я знаю что такое ты любишь такой мой на ковер пойти привет народ тот же день все еще 25 октября время 4.20 у нас такой маршрут по средам и четвергам мы отвозим Нелли на тренировку а потом сразу короче и Лёве и Нелли к 5 Лёве на работу Нелли на тренировку мы завозим Нелли и нам 11 минут до Лёвиной работы я мчу Лёвку отвожу на работу потому что ему все лень сесть за руль самому хочется отдыхать а не хочется учиться водить машину вот короче мы едем отвезу а потом я поеду в Таргет Нелли на выходных разбирала свою комнату много всего нашла и юбку которую купили в Таргете а она с этикеткой она ее не носила и она собирается носить да Нелли сейчас еду и я поеду сдам тут уже Полина ездила один раз мы тоже перебирали сейчас же осень холода начинается и перебираешь вещи летние убираешь то сё тоже нашли две вещи я себе жакет покупала ну не буду я его носить что-то и что там что еще Нелли отвозила а Полина отвозила штаны у Нелли нашли тоже купили тоже с этикеткой не носим Полина отвезла тут еще юбку нашли короче поеду отвезу сдам ну и сегодня был стрим с утра я говорю не знаю что снимать нечего снимать народ говорит снимай бытовуху рита езжай в магазин белка сучья белка езжай в магазин короче вот поеду поснимаю ну вы наверное ну слышали сдать можно вещи сдать можно в Америке без всяких проблем если это не в русском магазине короче у меня нет естественно эту юбку мы покупали давным-давно сколько-то месяцев назад чек у меня естественно нет и проблем не будет я точно знаю у меня ее примут скорее всего мне дадут гифт-карту я и тут же пойду потрачу если бы был чек то мне бы вернули или кэш или на карту деньги а так как чека нет мне дадут просто гифт-карту вот а еще кстати Полина когда последний раз ходила сдавать свои вещи вот эти вот штаны и жакет жакет я покупала на распродаже и там был ценник с наклейкой о том что это ну распродажа и цена там была и мы ее не срывали все по-честному Полина пошла но ей она отсканировала и у нее отсканировалась без скидки то есть полная цена жакета там что-то 40 долларов он стоил 45 а я его купила там за 28 со скидкой и у нее отсканировалась она еще посмотрела такая странно ну типа она же видит за сколько-то мы его купили такая ну ладно и дала по линии гифт-карту короче на вот эти вот на 40 плюс там штаны еще на Элькина были за 18 да а ты сказала когда мы пойдем за кресло да я уже говорила или не говорила да я говорила что я купила вчера билеты в Орландо но я еще мы совсем еще не определились где мы будем сейчас стоит выбор между мыс Канаверал дом и типа квартира на Дайтона бич ну посмотрим посмотрим вчера сходила я в Таргет отдала Нелькину юбку сдала получила гифт-карту потом зашла в другой магазин короче все закрутилось видео не доснимала естественно сегодня четверг 26 октября везу Нелькину на тренировку везу Нельку на тренировку везу Нельку на тренировку у Левки сегодня выходной и потом поеду мне нужно купить кастрюлю и молоко ну так совпало поеду в Волмарт наверно потому что я не знаю где еще кастрюлю покупать вот а что хотела сказать у Нелли сегодня тренировка а могла бы быть она где? Trunk or treat Trunk or treat Trunk or treat Trunk or treat это типа сладость или гадость так говорят эти эту фразу говорят когда дети на Хэллоуин просят конфета Trunk or treat Trunk or treat это Trunk это багажник в школе не отмечают Хэллоуин ну потому что есть те кто не отмечают есть дети которые боятся они не могут разрешить детям прийти в школу в костюмах потому что кто-то может испугаться так кто-то может не не подумать какой костюм можно в школу надеть носить ну короче много всяких рассуждений может быть на эту тему не отмечают в школах 3 по 3 но ну можно прийти там в кофточке какой-то допустим с тыквой не костюм я про школу вообще говорю в принципе в сам день Хэллоуин не отмечается но сегодня например в школе у них Trunk or treat это вот сегодня кто желает вне школьное время можно отметить со школьными подругами друзьями этот праздник если ты хочешь ты можешь паркуровать твою машину декорит как украсить свой транк багажник и поставить кэнди и просто ставить и пойти сейчас проезжали мимо у нас сегодня тренировка или еще костюма нет ну в общем мы не поехали даже не за костюмом просто потому что у нас тренировка вот а вообще вот сейчас мы проезжали мимо нашей школы там стоят машины открыты багажники в багажниках всякие декорации допустим эти светящиеся огоньки и конфеты и дети в костюмах бегают от багажника к багажнику говорят Trunk or treat и собирают конфетки там учителя естественно и тоже все в костюмах в общем кто желает может отметить Хэллоуин в школе но не в школьное время а в школьное время в Хэллоуин у нас учебный день в этом году и как и в том году и даже нет выходного в этот день и что больше всего обидно нет выходного на следующий день потому что обычно допоздна где-то вечеринки гуляния собирание конфет обжиралов этими конфетами и возможно животы будут болеть ну в общем не делают нам выходной в этот день а жаль потому что все равно почти все дети в Америке отмечают Хэллоуин хороший праздник хорошие традиции а я еще вспомнила смотрела как-то шоу британское шоу комедийное не помню как его зовут там была Кэти Перри или ты знаешь певицу Кэти Перри она рассказывала как в детстве ее глубоко верующая семья запрещала ей отмечать Хэллоуин и говорит когда все дома были украшены все дети в костюмах все мои друзья и подруги бегали и собирали конфеты веселые был праздник и я понимала как это классно мы выключали в доме весь свет и в спальне все стоя на коленях около кровати молились вот представляешь и она это вспоминает с большой обидой и тоской но я кстати там потом после этого погуглила сейчас у нее мама абсолютно другого мнения она с ней ходит на вечеринки и ее больше никак не смущает праздник Хэллоуин вот такая вот история от Кэти Перри а сейчас Нельку завезу и увидимся уже в Умарте будем выбирать кастрюлю хотели бы того будет бы того так конфеты 12.50 такой пакет вообще там есть большое дело с конфетами ну я обычно что я не такое беру но я не люблю всякие сникерсы поэтому большой пакет у меня здесь их 50 штук еще возьму пойдем искать кастрюлю мне нужна кастрюля такая чтобы в ней можно было пожарить то есть с тефлоновым покрытием может быть вот такая вот даже 7 6.6 литра я в такой кастрюлю готовлю чили например вот еще но она 5.7 в принципе не такая уж она и мельче это 11 это большая это вообще какая-то огромная это 9 литров ну куда мне 9 литров я так понимаю вот это 24 а вот это 39 мне кажется вот это самое оптимальное вратит это она вообще на 3 это вообще не она 7 так это вообще не она сколько это стоит хрен я знаю сколько она стоит ладно я ее наверное возьму так а это 5.7 такая симпатичненькая тоже да это лишняя деталь которой я терпеть не могу эти лишние детали нет мне она не нужна какая-то двойная крышка нет это я не люблю это будет болтаться храниться везде где-то то что честно говоря я думала побольше выбор всяких кастрюлях есть такие эмалированные прям как у нас ничего она что-то вообще дешевая большая вам 17 долларов это 5 если это та цена я не знаю сковороды тоненькая это похоже на хорошую 40 долларов ой господи какое какое сердечко какие-то беленькие сковородки с золотыми ручками симпатично по 60 баксов с деревянными ручками чайники в цветочек веселенькие так что делать то у меня 5.7 6.6 сколько она стоит ладно у кого-нибудь спрошу так народ так кастрюля оказалась царапанной в единственном экземпляре другие кастрюли маленькие и что вы думаете я взяла кастрюлю которая на 10 литров на 9.4 ну попробую сварить половину кастрюли чили так что вам показать игрушки вам не нужны все взрослые ребятки скоро мы индейку будем готовить но у меня есть чем ее готовить это нам не надо в том году кстати мы индейку на день благодарения заказывали копченую нам не понравилось буду сама делать или не буду ничего делать не на горячего копчения сделаем в шкафу духовом вот а есть всякие кстати нам нужно знаете что нам нужно аэрогриль менять потому что у нас тоже покрытие покоцалось это пробный экземпляр наверное не открывается ну такой большой нам не нужен но нам нужен побольше чем у нас есть ну и такой чтобы он до хрена места не занимал вот типа такого сколько вот он стоит то ли шестьдесят девять то ли семьдесят девять потом больше высоту а этот ну вот куда такое ведро мне на кухне вообще я им пользуюсь даже бутерброда детям утром делаю сэндвичи всякие ну это не сейчас это пока она он у меня в принципе аэрогриль не такой уж и старый ну года наверное нет ну покоцалось покрытие какая красивая печка что она интересна ничего не открывается выставочные экземпляры какая-то походная наверное от прикуривателя окей ладно что дальше нашла конфеты где наборы большие хорошо что я сегодня еще об этом вспомнила потому что походу уже пустые коробки встречаются и через пару дней здесь ничего будет не найти я это конечно выложу ну что взять не знаю вот скитлс старбердс тут есть сникерс ммд а это вот вот она короче двадцать шесть долларов и пятьсот двести пять двести пять конфет вот кстати куба буба скитлс старбердс и старбердс оригинал и дети такое больше любят и триста пятнадцать конфет за двадцать семь долларов нам нужно ставить мы же пойдем сами собирать походу мы разделяемся я иду на вечеринку к Насте Нелли идет со своей подружкой конфеты собирать а дома нужно что-то оставить потому что к нам же тоже будут дети приходить за конфетами думаю нужно будет оставить а вон тоже Сунти Хершис дурацкий не люблю короче возьмем такой большой пакет будет хороший пакет с конфетами еще хочу сказать я скачала приложение которое говорит о качестве продуктов я теперь все проверяю я купила булочки для хот-догов потому что опять мне кушать еще не хочется готовить и короче сосиски оказались на деле все очень плохие вот эти вот единственные тридцать четыре и ста остальные прям по нулям вообще и какая-то химия добавлена но немного вот эти вот довольно таки натуральные что плохого в нем это жир и жир и соль а вот эти вот сосиски они шестьдесят четыре и ста они прямо такие неплохие тоже индюшка вода соль специи розмарин экстракт короче винигра ну неплохие вот такие вот шестьдесят четыре и ста все проверяю сезон клюквы начался я часто покупаю клюкву и делаю морс кастрюлю купила молоко купила мне недавно дали грибок молочный я делаю творог вкусно сегодня были сырники высоцкая бы обзавидовалась моим сырникам народ привет сегодня 27 октября хочу нужно просто закончить влог сижу в очереди жду льва со школы у него сегодня работа попросила меня забрать его со школы заберу приеду домой соберемся люк соберется на работу отвезем у нас или на работу поедем по магазинам потому что или нужна какая-то кружка которые у всех есть в школе короче дети ходят в школу с кружками с водой какие-то модные кружки нужно или срочно ее купить и я начну новый блок сегодня пятница впереди выходные сегодня меня вика приглашала нам и влог снять и века из херсона и у них там как вторую неделю уже собираюсь у них там где-то рядом показывают фильмы на улице культ фильма мультики на улице и нужно там горячее какао убрать стульчики пледики и смотреть но нелли стесняется что-то не хочет мальчишек давно не видела у вики два парня у вики три парня ну а двое нелькины ровесники близнецы вот короче стесняется поэтому поедем просто по магазинам и начну новый влог а сейчас пока лёвку сижу жду это доделаю короче народ не забудьте поставить мне лайк даже за немытую голову а вообще на следующей неделе будет много влогов сниматься потому что я буду влог снимать про костюм и про готовку к хэллоуин пати у нас будет шабаш ведьмин потому что с костюмом ничего оригинального не придумали а девчонки некоторые вообще не хотят девчонки в смысле наши подруги они мелкие девчонки а вообще не хотят переодеваться поэтому мы попросили их просто быть в черном а кто хочет костюм тот будет наряжаться вот а мой костюм уже готов мне нужно сделать алкогольное желе все это будет одним влогом и другим влогом будет хэллоуин пати так что народ пока не забудьте поставить мне лайк и подписаться если кто-то еще не подписан я никогда не дойду до 100 тысяч таким образом если так все будет дальше идти все народ всем пока до скорого езжаем очень долго уроки закончились 3 часа сейчас 3.18 лев сразу вышел потому что вот это такая луп петля она всегда была для родителей или встречающих детей и все было быстрее но в этом году вот эти вот вот эта парковка она раньше была только учительская а теперь ее сделали еще и учеников и ученики то есть выходят все вместе вот все их пока выпустят они выезжают встраиваются в эту линию короче очень-очень долго и 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